Привет, друзья! Поставьте плюсики, если меня не слышно так долго. Отлично, отлично. Рад вас всех видеть. Вернее, рад вас всех здесь, что вы присутствуете. Посмотрел много людей, большая география сегодня присутствует. Сегодня хотелось бы обсудить ряд вопросов, которые были написаны в объявлении. В первую очередь, хотелось бы поздравить вас с наступлением весны. День, весна, наверное, самое прекрасное время года и в душе, и вообще в таком мощном подъеме. Смотрите, какая у нас ситуация. Сегодня у нас уже четвертое число, и первого числа, то, что я хотел сразу обсудить, давайте сразу к такому, к наболевшему вопросу. У нас такой самый наболевший вопрос, это то, что произошло списание у многих партнеров первого числа. Поставьте плюсики, кто знал вообще об этом списании заранее, и поставьте минусы, кто не знал. Просто для некоторых людей, мне сейчас звонят, это явилось такой большой неожиданностью. Так. Ну да. Вот, в принципе, вот эти вот, вот, Елена знала. Я сегодня пересматривал ролик Николая Лобанова о том, как достичь директора за 60 дней. Он как раз там это говорил, вот, руководство, я присутствовал на всех встречах, нам это не говорило. И с руководством мы договаривались о том, что, ну, вообще изначально была договоренность месяц назад, что, так как нету переводов в компании, что будет нам заранее объявлено, но какая-то то ли несогласованность появилась, то ли что. Вот мы лидерским советом собрались и с руководством общались сейчас, и должны были получить ответ по этому поводу день-два назад. Но пока его не получили. Но, тем не менее, если вы сегодня заметили, то есть это вот со дня на день произойдет, может, сейчас, ну, может, сегодня это произойдет, то есть сейчас компания собрала свой совет, вот, и они сейчас решают, как же нам адаптировать, как же им адаптировать и как же нам адаптироваться, то есть вот именно с теми, теми возможностями компании и теми проблемами и какой-то некорректностью, да, в каких-то определенных моментах. То есть не совсем был исследован рынок, и где-то, например, не работает в какой-то стране PayPal, где-то в какой-то стране еще какие-то нюансы есть. Вот, поэтому сейчас компания делает все возможное, чтобы это все уладить, и буквально у нас через неделю, ну, через две недели запускается новый ресурс компании. Вот, а также в этом году будет запущено несколько других ресурсов, то есть таких мощнейших, да, по продажам, по продвижению, то есть таких ресурсов, которые дадут нам огромнейшие обороты, огромнейшие объемы именно по продаже. Это IT-продукты, это будут приложения для игр и так далее, и так далее. То есть я в следующей встрече вам это все расскажу. Вот, более подробно сейчас у меня будет информация, и все это расскажу, что нас ожидает буквально на следующей неделе. Так, смотрите, многие люди сейчас говорят, что вот мы проработали 50 дней, мы проработали месяц, мы проработали, вот, и у нас сейчас списывают, как же так и так далее, и так далее. Ну, смотрите, друзья, мы пришли заниматься бизнесом или становиться бизнесменами? Поставьте, пожалуйста, плюсики, вот я хотел бы такой вопрос вам задать. Вы пришли в бизнес-инфинейс, чтобы стать бизнесменом, это плюс поставьте, или поставьте, один поставьте, если вы пришли стать бизнесменом, и поставьте два, если пришли заниматься бизнесом. Просто вот, ну, понимание мне важно, как вообще вы относитесь к бизнесу. ...заниматься бизнесом. Вот Зинаида пришла стать бизнесменом. Отличный. В основном, все, я смотрю, большинство пришло заниматься бизнесом. Друзья, на самом деле, сейчас на дворе 21 век. И 21 век – это век тотального поколизма. И надо бизнесом заниматься, можно заниматься спортом, а можно становиться спортсменом, можно становиться чемпионом. Но просто занимаясь спортом, чемпионом никогда не стать. И очень важно это понять, что компания Infinii – это в первую очередь компания, которая дает нам возможность стать профессионалами в мега-крутой профессии 21 века. Сейчас электронная коммерция абсолютно находится в таком очень мощнейшем тренде. Идея бизнеса продается настолько легко, если даже кто-то продает идеи за минуту, кто-то продает идеи за 30 секунд. Идея бизнеса Infinii продается за 10-15 секунд. Это очень просто и очень легко. То есть моя вам рекомендация, многие люди изначально пришли, кто-то пришел строить структуры, кто-то пришел строить, скажем так, Вот лично я про себя скажу, мне идея электронной коммерции очень-очень заинтересовала. То есть бизнес, как говорят, как бизнес и любовь выбирают сердцем. И когда я узнал, что, когда я первый раз услышал такую идею, что есть идея электронной коммерции, я выбрал этот бизнес сердцем. То есть мне вот так вот щелкнуло. Дальше я очень четко понимал, что надо стать профессионалом в этом деле. И профессионалом в той или иной области стать за 2 секунды, это очень, ну это как бы из области фантастики. Невозможно, чтобы 100-летний дух вырос под окном за один день. То есть нужно уделять время, нужно фокусироваться на этом. И многие люди, которые мне сейчас за день, за два, за три, за три дня, вот как пошли списания, пишут и говорят, вот у меня сняли там, почему мошенничество, так далее, так далее. То есть есть такие люди. Я написал вчера в чате, вы, наверное, видели, чтобы кто считает это действие неправильным, с карточки, ко мне обратились, я уже также обратился в компанию. Вот, да, был момент, что нас не предупредили. И это факт. Вот, компания тем людям, которые хотят вернуть свои деньги, которые, ну, без предупреждения были сняты, она, компания, ну, идет на это, и она вернет эти деньги, да. Единственная просьба у вас, напишите, давайте делать это все через меня, не писать Наде. Вот, почему? Потому что, ну, у меня с Надей такая связь, что я каждый день с ней списываюсь, и, ну, представьте, когда нас тысячи людей пишет Наде, мы же не все знаем, в какой форме писать, как писать. То есть я пишу очень коротко. Надя, вот это, это, и эта проблема решает. Представьте, что, ну, кто-то пишет большим текстом, кто-то это, то есть, ну, даже если Надя начнет это все читать, то есть, ну, у нее, может быть, времени не хватит, чтобы все это обработать. Да, сейчас, кстати, должен расшириться саппор. И будет порядка, там, трех-четырех человек русскоязычного саппорта. Мы сейчас лидерским советом написали такое большое, большое, скажем так, декларацию такую в компанию, да, наши, даже там, не просьбу, да, а так вот, требования от русскоязычной компании, команды, от русскоязычной команды по всему миру. И где очень четко мы хотим, чтобы был саппорт, и который саппорт был, чтобы он был адаптирован под наш часовой поезд. Это очень важно. Потому что мы все-таки работаем, я, например, да, вот последние два месяца работал и днем, и ночью, то есть, да, так вот получалось. Ну, это, конечно, неправильно, ночью надо спать, днем надо работать. Вот, поэтому компания сейчас это все сделает. Я думаю, в марте это точно будет уже такой расширенный саппорт, русскоязычный. Ну, все, заработаем денег. Людмила, на самом деле, на самом деле, мы, я тоже пришел в бизнес, я людей зову не в бизнес, и я людей также зову зарабатывать деньги. И мне очень важно, чтобы люди, которых я позвал, я думаю, так же, как и вам, они зарабатывали. Единственное, что давайте просто импиняй, предлагает две модели бизнеса. Первая модель – это торговля на ebay, и вторая модель – это развитие, ну, как сетевая составляющая. Если брать торговлю на ebay, например, я когда пришел, я, может быть, год назад там в ВКонтакте начал какую-то там деятельность, то есть, еле-еле, то есть, вот только-только осваиваю интернет. Но точно понимаю, что если я сейчас не начну это делать, а пройдет какое-то, ну, там, 3-4 года, я очень-очень сильно отстану. Потому что вижу, что, как уже дети общаются с интернетом на «ты», да, то через 3-4 года я очень сильно могу отстать. Но это, в принципе, как и любой человек. Поэтому я начал заниматься этим бизнесом. Именно и в том плане, что есть еще и развитие каких-то, постоянно изучаю технологии, постоянно понимая, что надо изучать английский язык, в первую очередь, да, потому что тот барьер английского языка, которого сейчас нет. То есть, ну, со всех сторон я вижу только плюсы, да, в этом. Что самое интересное, та проблема, которую люди сейчас, вот мы написали, это проблема, у нас не работает спринтборд, у нас не работает еще что-то. То есть, есть три вида, да, заработка на сегодняшних компаниях. Это торговля, это листинг и так далее, да, вот, есть дропшиппинг, есть спринтборд. То есть, ну, это самое простое, да, это для халявщиков. Ну, могу сказать точно, вот, если здесь кто-то ждет халявы, вот, ну, халява, конечно, здесь есть, вот, и 15 числа мы увидим, как она работает, но, скажем так, это не для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот, Людмила, если мы все ждем спринтборд, спринтборд, это как бы показать нам, что, как это работает, да, то есть, недаром он назван трамплинчик. Ну, изучить эту профессию, изучить эту профессию, но, возможно, у кого-то уйдет на это полгода, возможно, у кого-то на это уйдет год. Я вам честно признаюсь, я зарегистрировался на Амазоне, я еще не зарегистрировался на eBay, и вот, недавно я посмотрел тренинг, который проводил Билл, трехчасовой, и сейчас, я самое главное там увидел и услышал, так меня прям щелкнуло, 90 дней. 90 дней, это сейчас вот, и Билл сказал очень-очень правильные слова, он говорит, не надо думать, вы просто делайте. Точно так же, точно так же, как, какую стратегию принял я, когда начал работать в Antini, с первого дня, я понял, что если я начну сейчас заниматься дропшиппингом, листингом, с учетом моих, не совсем профессиональных навыков в интернете, не совсем профессиональных навыков, навыков в английском языке, то больших успехов я не смогу достичь, но я увидел промоушен, где было написано 90 дней и директор получает 20 тысяч долларов. Я понял, что если я сильно-сильно поработаю, если я так сильно-сильно отожмусь вот эти три месяца, то вот этот приз я могу взять у компании. И с первого дня, с первого дня, то есть вот, ну такой, расскажу небольшой секрет успеха, то есть мне удалось это сделать. Такой небольшой секрет успеха, то есть с первого дня я себя чувствовал, я вел себя как директор. То есть я с первого дня я был, знал, я поставил себе цель, что вот именно в этом месте я уже стал директором. И я себя так вел, я себя так чувствовал, так общался с людьми, то есть я понимал, что это была первая цель, а вторая цель была у меня, Да, то есть первая цель у меня была ради второй цели. Вторая цель – это сделать себе команду из пяти человек. Пять-шесть человек, то есть это оптимальное количество людей для управления огромной организацией, мировой организацией и так далее. То есть пять директоров. Но сделать пять директоров сначала нужно самому стать директором. То есть вот такая была цель. Чтобы правильно еще объяснить это все дело, друзья, я сейчас, то, что происходило, то, что делал, я продвигал бренд компании. И занимался сейчас самое время, самое классное время, когда компания в таком тренде, когда компания в таком находится. Электронная коммерция сейчас интересует всех. К любому человеку подойди и спроси у него, ты что-нибудь слышал про Amazon, про eBay, все в принципе слышали. А ты знаешь, как вообще, ну, что между этими площадками идет торговля, и люди зарабатывают колоссальные деньги. Человек говорит, ну, даже он слышал, он не слышал. Да, слышал. А было бы тебе интересно зарабатывать вот на этом рынке? Человек говорит, да. Все, ребят, в этот момент идея продана. Это делается очень легко. Я сейчас в своей команде, вот, которая команда у меня в Москве, мы буквально на следующей неделе идем на выставку, будет такая крупная выставка, и вот, ну, просто рассказываю, как идею, как это все делается. Представьте, вы приходите на выставку, где, ну, много руководителей, где много, которые пытаются продать свои товары. Подходите, говорите, ой, здравствуйте, а где у вас директор? Подходит к вам директор сразу же с улыбкой. И вы говорите, ой, как мне понравился ваш товар. Можно вас спросить, вам было бы интересно поставить свой товар на площадку, там, в 50 миллионов человек. Как вы думаете, что скажет этот человек? Поставьте, пожалуйста, давайте обратную связь дадим. Вот как вы думаете, что он ответит, интересно ему или нет? Было бы ему интересно поставить свой товар на площадку в 50 миллионов человек. Вот Валенсия говорит правильно. Наверное, одна Валенсия понимает, что, конечно, ну да. Вот, ну, друзья, на самом деле, ну, надо быть большим глупцом, чтобы, ну, и руководителем, и глупцом, чтобы не понимать, что сейчас в тренде. Понимаете, в этот момент идея продана. Вы берете у человека визитку, вы даете ему свою визитку. То есть это к тому, что, ну, кто-то, кто-то говорит, у меня там нет людей вокруг, у меня там, я, никто не хочет со мной работать, я сначала все изучу, я все получу. Но давайте вот просто вернемся к тому, что происходит последние три дня. Последние три дня, чем я занимаюсь, это я только отвечаю, вот, ну, на звонки людей, карточки, что сняли и так далее, и так далее. И знаете, какая мысль? Вот вы работаете, вот кто-то пришел, работает два месяца. И говорят, вот у меня на счету, то есть, ну, это люди как-то говорят, у меня на счету там 8 долларов, а у меня, говорит, на счету там 50 долларов, и их сняли. Ну, друзья, это, ну, это не показатель бизнеса. Это вы именно занимаетесь бизнесом. Вот. Ну, занимаетесь бизнесом. Знаете, я недавно проходил тренинг, и одна женщина, там, ну, коуч, такое интересное сказала, как жетон провалился. Она говорит, ребята, что такое бизнес? Что же такое бизнес? У нас сидело несколько человек, один одно сказал, другой, другое сказал, третий, третий сказал. Она говорит, бизнес – это действие, направленное на привлечение прибыли. Все остальное называется творческим анонизмом. Вот если мы, как бизнесмены, делаем бизнес, то у нас должна быть прибыль. Если мы, вложив 50 долларов, через два месяца получаем, ну, 50-30 долларов, да, ну, как скажут, что подумает наше окружение, что оно о нас скажет? Очень-очень такой архиважный секрет этого бизнеса, продвигая бренд, продвигая, ну, вот, например, делать листинги, делать, там, дропшиппинг и так далее, то есть мы все понимаем, что есть технологический процесс. Технологический процесс – это три месяца можно торговать, там, ну, до 500 долларов. Дальше открывается шлюз. Ну, не заработайте, вы не покажете результат, но есть другой вариант, да, параллельно. Параллельный вариант – это продвигать бренд-компанию. Есть огромная масса способов, как это делать. Можно продвигать в интернете, можно продвигать просто, вот, например, я живу в Москве, мне очень просто пойти на выставку, вот даже элементарно, и сделать вот такой вот момент. Также есть много технологий, как заниматься это телемаркетингом. И со следующей недели, я думаю, завтра утром мы выставим расписание. У нас шесть дней в неделю будут проходить вебинары. Сейчас в комнате я не могу посмотреть, сколько людей Алексей закрыл. В общем, комната у нас сейчас на 120 человек. Мы ее расширим в ближайшее время. Ну, я думаю, на этой неделе она будет до 250 расширена. Если не будет хватать места, мы ее расширим еще больше. И у нас уже готовы спикеры. Мы будем проводить три раза в неделю презентации. Мы будем проводить школы по, такие у нас будут, по, прям в интенсиве, прям вот вживую будем проводить, как вообще рекрутировать людей, как за 10-15 секунд продавать идею бизнеса. Это очень-очень просто. Когда, понимаете, когда проект в тренде, не надо никому доказывать, я вообще давным-давно мечтал, ну, это как давным-давно, я всю жизнь мечтал найти проект, который бы ни с кем не конкурировал. Вот на сегодня, на сегодня люди говорят, а вот у меня 50 долларов, за что их взяли. Друзья, за 50 долларов вас обучают в торговле на ebay, на amazon. Да, сейчас делают переводы. То есть, ну, вы видите, что очень много в офисах меняется. Каждый день что-то добавляется. Вот, например, сегодня с утра, в 6 утра я заметил, что добавили, добавились две новые кнопки, как понизить статус в связи с сменой маркетинга, то есть понизить стоимость с пакета Prime, с search на пакет Prime. И как вообще сделать так, чтобы я вообще не платил. Вот, поэтому, опять же, появилась функция, чтобы мы могли просто оплачивать с кабинета внутренними деньгами наш пакет. То есть это тоже... буквально добавить. То есть, ну, кто вообще следит за ним, что каждый день что-то новое появляется, что-то новое добавляется. Есть люди, которые в чатах сидят и периодически негативят. Я пытался вообще, я вот сразу, видя негатив, обязательно сразу же звоню им. Практически никто не берет трубки. Вот любители такие, знаете, в чатах написать. На поверку потом выясняется, что люди сидят в очень многих проектах и вот просто, я не знаю, питаются энергией, что ли, нашей. Опять же, да, вот смотрите, мы начали, мы решили, вот кто-то, опять же, так возвращаемся к такому вопросу. Хотим стать бизнесменами. И если мы бизнес выбираем сердцем, да, вот бизнес и любовь выбираются сердцем. Давайте представим себе, вот на одну секунду, что вот мы влюбились. И на нашу любовь кто-то начинает прессинговать. Кто-то нам говорит, да, тебе это не подходит. Да, брось ты это. И со всех сторон нам это сыпется. Отростников, от всех-всех-всех. Как вы себя ведете в этой ситуации? Как вы бы себя вели в этой ситуации, если бы это была ваша любовь? Защищали бы вы свою любовь или сказали, ну да, 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 скорее всего, скорее всего, ты прав. Вот подумайте об этом. И если мы решили стать бизнесменами, если мы выбрали, сердцем выбрали, интуитивно выбрали, по рекомендации выбрали данный вид профессии, данный вид бизнеса, который, кстати, поверьте мне, будет развиваться еще не 5 и не 10 лет. И будет идти в рост, в рост, в рост. В то время, как мы видим на роликах, наши магазины, все-все закрывается. У меня у самого были бизнесы. Если мне платили аренду, которую он постоянно повышал, он отключал рубильник, все продукты пропадали, но это был, ну вот, это фишки такие, да, арендодатели. И круглосуточно приходилось работать только, чтобы платить там бешеные аренды. Ну, у меня вот аренда была 2 миллиона рублей в месяц. Если мне не пришли, люди, если я там просто не сделал, там нереально, а конкуренция бешеная была, нереальные действия, то я в минусе. Покажите мне такой бизнес, где можно, начав с 50 долларов, вот, я зашел в этот бизнес с 50 долларами, и на сегодня, закрыв статус директора, ну, сумма составила, ну, большую, большая сумма денег, скажем так. Ну, вы знаете, да, 20 тысяч долларов дает директор. Где такой бизнес можно найти, чтобы за 20 дней получить такую сумму? Но секрет в том, что я с первого дня, с первой секунды, каждый день, вставая, умываясь, я смотрел в зеркало, я видел там директора. Я точно знал, что в определенное время, потому что была четко поставленная цель, а в определенное время, пройдет февраль. Единственное, что я не поставил точно дату, вот, и 15 февраля это было. Я не поставил точно дату, хотел 1 февраля поставить. Поставил бы первого, было бы первого, но дал себе поблажку. Вот сейчас, сейчас компания объявила, что 15 февраля, компания опять нам пошла на встречу, 15-го, не с января, а с февраля, что открыли, ну, возможности с 90 дней стать директором. Если мы становимся директором, это я говорю тем партнерам, которые, ну, раньше подключились. Для людей, которые только что войдут в бизнес, для них 90 дней будет вот, ну, прям с того дня, когда они войдут. Сейчас есть у нас 70, так, 70, порядка больше 70 дней есть, чтобы стать директором. Это реально, поверьте мне. Мне удалось стать директором за 65 дней, реально. И я занимался дропшей, вот сейчас, я когда услышал Билла, я сейчас точно беру 90 дней себе и отжимаюсь, скажем так, в, изучаю, отжимаюсь в направлении электронной коммерции. Плюс, плюс, беру двух людей, то есть я вот задал вопрос в чатах и задал вопрос и сказал, кто хочет стать директором. То есть будет составлен персональный план и кто, у кого есть такое же видео, да, кто чувствует себя уже директором уже сегодня, вот, тому я буду, ну, очень сильно в этом помогать. У меня будут, конечно, к этому человеку условия, потому что, ну, вы понимаете, что это 70 дней полностью, это надо расставлять приоритеты. Кто-то, я не смотрел телевизор, я не занимался, я сразу договорился со своей семьей, что дайте мне поработать. Вот недаром говорят, что MLM – это семейный бизнес, да, почему он семейный бизнес? Потому что, вот, например, моя семья, по крайней мере, да, то есть, ну, я должен выполнять определенные обязательства в семье, но семья пошла мне навстречу и не трогала меня вот эти 65 дней. Да, цель была достигнута, все, я выдохнул. Несколько дней я отдохнул, ну, понимаете, вот, наверняка знаете такого великого боксера Мухаммеда Али, да, который говорил одну такую фразу, она вот так отложилась у меня, он говорит, «Я ненавидел каждый день своих тренировок, я терпеть их не мог, я, говорит, плакал, когда я ходил на тренировки, я их ненавидел, но я очень сильно хотел быть чемпионом». И когда я достиг этого, когда я стал чемпионом, я потом жил всю жизнь как чемпион, вот здесь вот есть, например, у нас такой статус директора, да, это не сказать, что это какой-то высокий статус, но с этого начинается такое вот становление бизнесмена, то есть вот туда вот надо выйти на директора. Да, это непросто, да, это тяжело, да, это надо расставлять приоритеты. Когда мне человек говорит, «Хлин, я хочу стать директором, без проблем, я очень сильно хочу этого, я вообще хочу миллион долларов заработать к концу года, да, время нормально, я буду работать, один час в день я буду тратить». Так не получится, невозможно заработать один миллион долларов, тратя один час в неделю или один час в день. Миллион долларов здесь заработать можно, и можно заработать в этом году, но надо 22 часа в сутки работать, как я не знаю, как заведен, и набрать такую инерцию, которая вот просто позволит, то есть здесь нет потолка денег. И самое интересное, то, что те продукты, которые компания вводит, то, что компания собирается открывать свой, вот сейчас открывается marketplace, и будут, представляете, какой рынок компания сейчас открывает, то есть будут продукты, которые мы сами будем покупать, будут продукты, которые люди покупают. И то, что говорил Кевин Холокан, он сказал, что сейчас, вот, например, по сравнению с Россией, с Америкой, с Европой, здесь очень-очень в России, да, вот наш рынок СНГ, очень дешевая реклама. То есть, если вот сейчас вкладывать деньги в рекламу, то, что компания собирается делать, здесь, ну, по сравнению с, например, с Америкой, здесь она очень дешевая. И я так понимаю, что компания будет очень сильно рекламироваться здесь, да, именно вот свой ресурс рекламировать. Представьте, начнутся здесь очень серьезные продажи. И когда пройдет год, когда пройдет год, у кого-то будут структуры, ну, в 20, в 30, в 50 тысяч человек, и каждый начнет покупать, вот, ну, кто-то расческу себе купит, кто-то там себе джинсы купит, кто-то купит себе яхту там, и вот со всего-со всего будут идти баллы, да, именно с площадки Инфиниаль. И каждый балл будет конвертироваться в определенные деньги. Есть вот такое выражение богатых людей, да, они говорят так, мне не нужно 100% от моих усилий, я желаю, чтобы у меня было по 1% от усилия 100 человек, мне будет достаточно. А давайте представим, что по одной копеечке с 10-20 тысяч человек каждый день вам идет. То есть это такой вот остаточный доход. Вот скажи, скажи, когда вот развивал свою компанию, ну, например, забыл его, как зовут, хозяина Эппла, да, Стива, я думаю, он как фанатик это все делал, вот, и скажи ему, что это не пойдет, не получится, вот он делал это все фанатично, но сейчас почти у каждого человека на земле, он его в руках держал, или, ну, у огромного количества людей там есть айфоны, есть планшеты, айпады, то есть, ну, именно айфоны, они стоят там на первом месте. Давайте представим, что на нашей площадке каждый человек будет покупать какую-то вещь. Вот куда мы идем. И сейчас, если нам люди говорят, да, ну, это не получится, да, ну, это не пойдет, поверьте мне, все это пойдет. У компании все очень здорово. Не один год шло. Вот, единственное, что компания сейчас открыла рынок именно MLM. И то, что, то, что, конечно, мы видели в презентациях, то, что нам сказали, вот, открытие официальное, 15 января, немножко были даны неправильные ожидания. Да, люди подумали, что все, вот, прям, прям, компания там, миллиардная заходит, прям, все будет супер сделано. Но, к сожалению, мы этого не увидели, и сейчас мы видим, как каждую неделю что-то вот блоками добавляется, что-то интегрируется, 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 офис добавляется. То есть, я более того, я сейчас уверен, что еще офис не, не на, вот, ну, бэк-офис, который у нас есть, что он еще, вот это и есть бета-версия, что будет гораздо все круче. И я думаю, к открытию компании, которая приурочена к, открытие компании у нас приурочено к, будет в июне в Далласе проходить, в середине Далласа, там, 15 или 14, там, сейчас немножко забыл. Вот, тогда будет все налажено, тогда будет уже все работать как часики. И, опять же, очень интересно, когда я сейчас последние две недели ходил на многие такие мероприятия в Москве, приглашали там инвестиционные мероприятия, еще какие-то, то есть, ну, сетевики приглашают разных компаний. Я люблю там по субботам, по воскресеньям посещать такие мероприятия, вот, знакомиться, визитками меняться, увеличивая свою базу и базу знакомых, и окружения, да, вот, и обмениваясь опытом, обмениваясь, ну, просто эмоциями. Когда я начал говорить про Infinii, практически все люди знают Infinii. То есть, вот сейчас, я не знаю, как в других городах, но огромное количество людей, которых я спрашивал, все слышали, все знают Infinii. Но все вот такие находятся на таком, знаете, ну, как прислушиваются, а что же там, а как, а что. То есть, сейчас, как только, как только появляется какой-то вот прям готовый вот спрингборд, да, да, можно ждать, да, можно ждать прям идеальной системы, да, можно ждать, когда в Далласе там все вот это все там, салют пойдет и все-все-все там пойдет, да, но, поверьте, уже будут сотни тысяч людей, будут находиться, сотни тысяч людей будут находиться уже в зарегистрированных компаниях. А так как мы знаем, что перерегистрации и все остальное, это не незаконно, да, это противоречит этике вообще любой сетевой компании, то шансов покорить мир, да, и построить сети по всему миру, да, организацию свою по всему миру будет все меньше и меньше. Недавно, когда выступал, Хитеш, кажется, Хитеш это говорил, он сказал, что мы сейчас открываем рынок Бразилии, мы сейчас открываем рынок Испании. Вот рынок России буквально за два месяца, он был, ну, в принципе, сейчас такой информационный, можно посмотреть по Алексе, да, Россия там информационно, она очень сильно опережает там другие страны, и Америку там в пять раз, там, и все остальные страны. Давайте представим, что мы вот так же начинаем работать на испанский рынок, давайте представим, что мы начинаем работать так же на бразильской рынке. Поверьте мне, русскоязычное население есть и в Бразилии, и в Испании. И кто сейчас начнет вот это делать, представьте, что десятки тысяч человек уже там через два-три месяца к открытию в Далласе будут в Испании находиться под вами и делать оборот в вашей структуре, то есть, да, объем в ваш бэк-офис будет приходить. Классно это или нет? Было бы вам интересно, чтобы не, ну, чтобы вы делали, было бы вам интересно, вам интересно было бы делать, да, вот объем кому-то, или чтобы объем делали вам. Вот сейчас такая возможность есть. Но можно смотреть, как все происходит, можно ждать, можно вздыхать, говорить, вот я всего 50 долларов заработал. У меня, кстати, такой вопрос, один интересный вопрос вам, друзья. Скажите, пожалуйста, напишите, откуда у людей берутся деньги? Деньги берутся у людей, говорит Александр. Кто еще как думает? Зарплата всех людей из головы. Татьяна, давайте мы возьмем все присутствующие в чате из вашей головы деньги. Кто-то можно найти. Отлично. Из идеи. Да, как говорится, есть такая поговорка, сильнее всех армий на свете идея, время которой пришло. Сильнее всех армий на свете идея, время которой пришло. И сейчас, понимая, что триллионы, триллионы делаются на электронной коммерции, просто задумайтесь на секунду, насколько у нас идея, которая, то, что мы сейчас в руках держим, насколько это круто. Насколько это круче баночек, флакончиков и многого всего. То, что вот эта идея, да, и продавать эту идею можно вообще за 2 секунды. Очень просто и очень легко. Так, пенсия. Ильдар говорит, пенсия. Пенс и я. Я был как-то на тренинге Матерьевича, такого, коуча. Он пенсию называет Пенс и я. Уметь зарабатывать и делиться людьми. Так, друзья, волки ноги, волка ноги кормят и у меня, да. В общем, смотрите, на самом деле, творческих подходов, ЗАУ, давайте о творческих походах мы сейчас вот заработаем денег. И других потребностей других людей. Ну, совершенно верно, был правильный ответ от других людей с самого начала. Валенсия сказала абсолютно правильно, что деньги берутся, друзья, только от других людей. Вот больше ниоткуда. И если вы хотите, чтобы у вас было много денег, если вы хотите, чтобы у вас было много денег или очень много денег, нужно сделать так, чтобы много людей вам эти деньги принесли. Ну, то есть купили именно у вас. И когда у вас в руках очень крутая идея, да, и вы ей можете поделиться, то есть у вас сейчас, у меня, у вас сейчас есть такая возможность дать людям эту возможность, то есть поделиться этой идеей. И если это сделать правильно, если это сделать шустро, если это сделать в таком вот водром энтузиазме, да, потому что если вы подходите, ну, представьте, что вы подходите к человеку и говорите, вот, есть электронная коммерция, ты не знаешь, не слышал. Или вы подходите, вы горите, вы к одному другу подлетели, к другому, к третьему, вы горите, вы что-то делаете, вы балдеете, ну, не только от процесса, вы поставили себе цель, вы идете к результату, и проходит какое-то время, месяц, два, три, у вас появляется результат. Вы вот прошуровали всех своих друзей, вы прошуровали всех своих знакомых, там, всем сказали, и через три месяца у вас появился результат. Как вы думаете, как будут друзья к этому потом относиться? И вы точно так же прошуровали, не с горящим глазом, да, всех своих друзей, и потом сказали, ну, сколько они спросили вас, ты заработал, где-нибудь вы встретились, ну, 50 долларов за три месяца. Ну, это не бизнес, это ерунда. Так вам скажут все. Но на самом деле это не компания, мало платит денег, это компания платит мало денег именно вам. Ну, я не имею в виду там, да, не хочу там ни оскорбить, ни что, да, просто вот вы поймите эту мысль. Компания денег платит огромное количество. Если она говорит, что мы заплатили там шестизначные, семизначные числа, то это так. Но кому-то это заплатили, а кому-то не заплатили. То есть надо, поэтому, я всех хочу призвать, то есть у нас в руках есть очень крутая сейчас идея. Опять же, да, идея, время, которое пришло, потому что сейчас это в большом-большом тренде. И правильно, правильно рассказывая эту идею людям, правильно преподнося эту идею людям, мы можем построить действительно огромную-огромную организацию по всему миру. Потому что наш бизнес, он развивается в интернете. Это не нужно на грузовике что-то перевозить, бензин там или что-то еще. То есть это все решают eBay, Amazon и то, что сейчас будут там электронные продукты. Это все делается очень просто, это все делается очень легко. Так, Мячеслав пишет, но это пока теория. Ну, да, скорее всего, это теория. Для кого-то это теория, а кто-то берет эту теорию на вооружение и доходит до результата, есть и такие люди. Я знаю, вот скажем так, в моей структуре, в моей структуре, да, есть много людей, которые заработали и тысячу долларов, десятки человек. Есть люди, которые заработали больше 10 тысяч долларов. Их тоже, ну там, 5 тысяч, 10 тысяч долларов. Много таких людей, больше 10 человек. И просто кто-то, для кого-то это теория, а для кого-то это, ну, кто-то берет, просто и делает вот смотрите кто-то логически подходит бизнес да но логика друзья ну знаете что вилкой в глаз не попасть или там в лужу не упасть вот для чего нужна логика а надо делать вот когда когда я себе ставил цели и делал у меня всегда все получалось когда я когда я думал у меня мне ничего не получалось вот говорит горе от ума когда начинаешь много думать ничего не получается когда начинаешь когда ставишь цель поставил цель и начинаешь действовать начинаешь просто только только просто этим жить то есть знаете вот не не мечтать всю жизнь а есть такая вот тоже очень не мечтайте всю жизнь оживите своей мечтой возможно эта теория да но когда вы начинаете жить когда вы начинаете просто станет частью вот этого всего то есть ну хотите вы этого не хотите вот и сейчас у 70 дней до завершения статуса директора эти 70 дней пройдут так или иначе они пройдут но кто-то сегодняшнего дня уже для себя определился что он директор а кто-то ну скажет но я посмотрю будет ли директор не будет но я вас уверяю что через эти 70 дней через 7 дней директор будет и уже один человек такой есть который я точно знаю что потрачу всю свою энергию дату есть инвестирует у человека всю энергию но этот человек станет директор вот возможно будет еще один человек директор то есть это вот я вам так могу сказать про то про того человека который говорю это человек с нуля просто я знаю что и глаз горит и амбиции очень большие то есть ну он уже директор и мы сейчас попробуем просто это все сделать, показать. А вообще сейчас цель стоит у меня следующая, это директоров в команде. Вы, наверное, знаете, есть сайт команды infinii.team.ru и сайт называется амбассадор. То есть, вообще, когда в компанию пришел, увидел, что есть такой статус амбассадор, ну, конечно, это 5 директоров, это для того, чтобы туда-туда, к амбассадору продвинуть. Но, опять же, как повторюсь, не бывает, что 100-летний дуб не растет за один день под окном. И, ну, тут должен быть такой серьезный, серьезный труд, серьезное построение системы, серьезное построение системы как внутри, так и снаружи. То есть, это просто так ничего в жизни не бывает. Это и, ну, это очень интересно. Так, новости по платам. У меня вот пункт такой. Давайте я попробую, я просто много теории, да, вот тут написано. Друзья, давайте, если есть у вас вопросы, если есть у вас... Так, старт два месяца, это долго. Вячеслав, старт два месяца, это долго для чего? Для того, чтобы заработать 20 тысяч долларов? Или, ну, для чего долго? Вот, ну, просто поясните. Так, если есть у кого... Друзья, если у вас вопросы, задавайте в чат. Давайте я попробую. У нас уже 50 минут идет вебинар. Мы планируем сегодня так в течение часа его провести. На самом деле, вот, буквально сегодня взяли комнату, вчера, вернее, взяли эту комнату. Будем сейчас с ней проводить. То есть, много что выбирали, смотрели. Сейчас есть эта комната. В течение месяца у нас будут идти вебинары, семинары и так далее. То есть, ну, семинары будут в Москве. Это кто находится, да, тут тоже будем проводить, будем и на земле работать. Вот, а в перспективе, я думаю, в июне, в мае будет в Москве открыто представительство компании. Компания об этом говорила, ну, пока сейчас мы поработаем в интернете, вот, а так вообще в перспективе, что это все будет открыто. Причем представительство будет открыто не просто там какой-то офис, да, а компания планирует опять серьезный центр, а обучающий центр, да, то есть, чтобы люди могли со всех городов приезжать и там обучаться. То есть, это будет центр где-то, ну, вот мы, они там так вот идею сказали, там, чтобы рядом можно было и ночевать там, и... То есть, это что-то будет такое серьезное, открытое, да. Вот, потому что компания хочет войти на этот рынок всерьез, надолго и по-взрослому. И сейчас, сейчас мы на самом деле пионеры. Я вот в этом бизнесе себя чувствую, знаете, как на Диком Западе, когда, когда вот люди скакали на лошадях, кидали там, кто дальше кинет веревку, все, это моя земля. То есть, сейчас мир не занят, сейчас мир свободен. И сейчас люди просто, вот все территории свободны. Сейчас идите и занимайте территории. Кто будет сейчас присматриваться, смотреть, ждать идеального времени. Идеальное время никогда не придет. Идеальное время – это здесь и сейчас. Вот, кто сегодня начнет действовать, кто сегодня начнет делать для этого все, да, чтобы вот достичь своего результата. А если вы не знаете, как это делать, обратитесь к своим спонсорам. Вообще секрет этого бизнеса – это задействовать вообще свою спонсорскую линию. Просто очень многие люди, и вот я, например, в чатах мне кто-то пишет, говорит, Денис, а, просто в чатах начинает писать, говорю, а почему вы мне это не написали, вот моя первая линия пишет. А говорит, ну, мы тебе не звоним, ты занят, там, пятое-десятое. Да вы мне позвоните просто. Вот я заинтересован вам помогать. Только помогая вам, только делая все возможное, чтобы вы, ну, как вот, кто у меня там в первой линии, во второй линии, чтобы вы стали богатыми людьми, тогда только я могу быть богатым. По-другому не бывает. Но вот какое-то есть стеснение, какое-то, то есть я заинтересован, чтобы у моей первой линии, у той линии, там, может быть, там и дальше, чтобы люди были обеспеченными. И смотрите, друзья, мы сейчас, потому что у нас очень крутая миссия, мы даем новую профессию людям. Это найдите мне сейчас людей, которые дают, ну, мне вот очень интересно, когда вот наше близкое окружение, там, родственники, там, или кому-то, когда мы предлагаем, вот, я предлагаю кому-то возможность. Вот есть возможность, там, заработать денег или еще. Все говорят, нет, мне это не интересно. Но на самом деле мне бы хоть бы кто предложил из них хотя бы один раз в жизни возможность. То есть вот все говорят, мне это не интересно. Да, я сейчас научился продавать идеи вот так вот. Мне один парень научил, сказал, Денис, хватит вообще бегать и всем рассказывать презентации. Ты научись слушать и слышать людей. Вот просто научись слушать и самое главное, слышать людей. И когда мы начинаем не просто вот лить информацию, а просто спрашивать у людей, задавать им вопросы, как у тебя дела, чем ты сейчас занимаешься и так далее, и так далее, человек нам рассказывает просто, ну, слушать надо уметь и слышать. И когда мы слышим, ну, человек, когда нам дает информацию, мы можем понять проблему человека. А я вот, например, себя считаю предпринимателем. И я понимаю так, предприниматель – это тот человек, который помогает другим людям решать их проблемы. Да, я за это могу брать деньги. Но я помогаю людям решать их проблемы. А как я узнаю, есть ли у человека проблемы или нет, когда я начинаю только говорить, 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 послушай меня, презентация – это супер, это пупер. Это все наелись уже, это прошлый век. Так дела не делаются. Мы сейчас будем обучать этому всему, как вообще продавать идею за 30 секунд. Виртуозно продавать, корректно, без манипуляций, и только на условиях клиента. И будем показывать, и, скорее всего, будем на видео снимать. Вот мне сейчас прямо эта мысль пришла, что мы пойдем на выставку и снимем несколько роликов, как мы это делаем. Как за 10 секунд, за 20 секунд продавать идею бизнеса электронной коммерции. И строить себе. Давайте представим. Давайте запишем ролики и будем показывать. Более того, я хочу, наверное, даже уже на этой неделе, так как я сегодня декларирую и объявляю, что есть человек, которому я сейчас буду помогать, достигнуть статуса директора за этот момент, то я понимаю, что будет очень-очень много работы. И работы будет много на холодном рынке. И как я буду заниматься телемаркетингом, я, скорее всего, буду делать это в прямом эфире, чтобы, ну, как я это делаю, чтобы кто-то смотрел, кто-то учился. Как у меня получается, как получается. А то одно дело говорить, вот, то, что Вячеслав написал, это все теория. Будем действовать на практике. Вот, и вместе этому обучаться, вместе идти к уставам. Так, сейчас, секундочку. Те вопросы, на которые я сейчас не смогу ответить, я обязательно запишу. Вот, и ответим на следующую встречу. Перпективный, понятно, с оплатой купленных на спритборе товаров есть информация. Да, информация есть. И те люди, которые купили продукты в Январе, 15 марта спритборд для этих людей откроется, они увидят результаты продаж. Так как компания нам говорила, что более 90% про, что говорила в начале февраля, я более чем убежден, что тот, кто закупался в Январе, а я тоже закупался в Январе, и вся моя структура закупалась в Январе. Я вот думал, один человек, ну прям, он такой шустрый, закупился в Декабре, но нет. Ну, вот, в нашей команде, в моей структуре никто не закупался в Декабре. И сейчас мы, как раз 15 марта, ну, 10 дней осталось, 11 дней осталось, мы увидим результаты. Так, сайт команды. Сайт команды я сейчас запишу. Буквально он сейчас будет наполняться, потому что... Такой вот сайт. Так, дальше. Исходя из... Так, секунду. Исходя из ваших слов, вы стали директором только за приглашение людей. Да, Вадим, я стал директором не за приглашение людей, а за продвижение бренда компании. У меня появилась идея, у меня в руках появился бренд, который мне очень понравился. И я начал людям продавать эту идею. Рассказывать, вот есть такой бренд, есть такая идея. Люди сказали, да, нам это интересно, мы хотим это попробовать. Но так как я начал это делать не одному человеку в неделю рассказывать, а 20 людям в день, я и звонил, и ездил на встречи. То есть я занимался, только этим и занимался. И мне удалось построить первую линию, там что-то порядка 55 человек. Вот. Последнее время, последний месяц я помогал, то есть я, в принципе, не пригласил практически ни одного человека. Вот, за месяц. Но, честно говоря, как бы соскучился уже по этому. То есть и так как мы сейчас, так как начинаю помогать человеку вот с нуля практически, да, развивать и становиться директором за 70 дней, то я тоже буду и приглашать, и делать, и буду делать все возможное, чтобы это произошло. То есть, ну, честно говоря, вот даже как бы немножко так вот мурашки идут от предвкушения этого всего. Вот. И буду показывать, и буду рассказывать, то есть и свои проблемы, и лучшие неудачи, и все буду рассказывать. Вот. Как это все происходит. Да, с продвижения бренда. Просить такую сумму нужно вложить, чтобы заработать 500 на дропшиппинге. Этот вопрос, Александр, я обязательно узнаю. Но я просто сам, опять же, признаю водки, я и пока не торговал. И сейчас еще раз присмотрю раз пять все тренинги, и начинаю просто вот 90 дней есть. Я из этого тренинга понял, что наконец-то открылись все нюансы. Более того, я все своей структуре говорил, друзья, давайте мы не будем смотреть то, что делает один проект, то, что делает там Ваня Кеннер, там еще. То есть разные-разные видео начали появляться, и какие-то нестыковки, какие-то это. То есть я вот, кто у меня в структуре есть, и меня спрашивают, ты начал торговать? Я не начал торговать. Потому что я понимаю, что если я сейчас научусь у человека, который некомпетентен в этом вопросе, то переучиваться будет и переучивать всю структуру гораздо сложнее. И возможно ли это будет вообще, наделая ошибок на ebay. То есть я вот, ну поэтому было принято решение зарабатывать на продвижении бренда. И я это не делал, но так как сейчас вышли профессиональные уже ролики, и Билл сказал такую фразу, просто делайте, не думайте, а делайте. Да, может что-то сложное, что-то непонятно. Более того, я знаю, что одна из команд подготовила такой уже достаточно адаптированный под русский рынок обучения, то есть только этим занималась. Там 23 ролика есть. Вот мы сейчас просто с компанией это все согласуем, и возможно эти ролики уже тоже появятся скоро. Так, куда вернутся деньги с покупок, на какой баланс? Виталия, вот вчера бы я не смог бы ответить на этот вопрос, но сегодня могу вам сказать, что они придут к вам в кабинет, и можно будет проплатить пакеты и партнерства этими деньгами, потому что появилась такая функция. Как оплатить, если статус активен? Так, у вас может быть статус активен для того, чтобы приглашать. Если нет доступа к Springboard, то есть вам надо оплатить 5 долларов. Вчера Алексей Истратов проводил вебинар технический, он есть в чате, вы можете еще раз посмотреть. То есть он показывал, как, например, для многих людей явилось откровением, то есть для меня, например, это явилось не откровением, а очень хорошей новостью, что наконец-то, наконец-то начали люди, ну, уже просто компания начала снимать деньги. То есть до этого просто мы вот как-то ждали, 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 то есть вот это все в предвкушении было. Все, 1 марта компания сняла деньги, вот, то есть я понял, что вот это вот начинается нормальная, серьезная работа. Что есть 1 месяц для того, чтобы, для того, чтобы, ну, надо сделать все возможное, чтобы вы заработали за этот месяц 500 хотя бы долларов. Да, это может быть с приглашения, с продажи и развития бренда. Но давайте представим, что вы за 1 месяц сделали, построили команду в 25 человек и помогли этой командой в следующий месяц построить свои команды, да, вот пятерки каждый по 25 человек, это будет у вас команда уже 200 человек, примерно. А может и больше. А давайте попробуем представить, что вы еще 1 месяц делаете то же самое, работаете, отжимаетесь вот эти 90 дней. И когда у вас команда 500 человек, да, и, например, люди начали, там, каждый, кто-то берет себе пакет сёрдж, кто-то берет прайм, кто-то торгует и так далее, и так далее. Поверьте мне, что у вас не будет вообще ни одной мысли, где взять 50 долларов. Они у вас будут, и вы еще повысите пакет. Когда вы зарабатываете деньги, конечно, есть проблема, когда вы деньги не зарабатываете. Ну, значит, надо спрашивать со спонсором работать, с целью ставить. Так, ну и кто хочет торговать? Значит, сейчас так же я вот как первоклассник начинаю тоже это делать, изучать. Так, мы собрали здесь всех жителей СНГ. Бэй, Пэйпал только для ИРЭК работает. Что остальным ждать? Алекс, сейчас компания как раз решает этот вопрос. Вот, это, да, достаточно наболевшее. И, скажем так, компания, ну, не совсем исследовала рынок, вот вышла на этот рынок. То есть, и как так получилось, что Пэйпал не работает, а ИРЭК работает только с Пэйпал. То есть, ну, это, ну, наверное, скорее всего, компания не исследовала этот рынок. Но сейчас активно этим занимается, и более того, на предыдущем вебинаре компании я слышал, что будут продукты совсем не связанные с ЕБМ и Амазоном, которые мы также можем продавать, которые мы можем продвигать. То есть, сейчас готовятся продукты, которые не будут связаны. Это даст возможность жителям Украины, жителям Белоруссии, жителям Казахстана активно развивать бизнес. Потому что я знаю, есть проблемы, то, что связаны с тем, то, что люди говорят, ну, что я буду продвигать, у меня нет продукта. Да, и это могу прекрасно понять. Но можно абсолютно просто, и скоро я дам такой урок, как это делать, дам целую технологию. Вот, как можно, например, работая в Казахстане, потому что в Казахстане есть интернет, точно такой же интернет, как, например, в Испании. И в Испании большое количество людей, русскоязычного населения. Как можно через соцсети находить сетевиков в Испании и продавать им эту идею? То есть, ну, мы вместе займемся это, вот сядем просто в кабинете, я покажу, просто дам направление, дам вектор. Как можно подключать людей из Америки, заниматься этой электронной коммерцией? Американцы абсолютно спокойно, или англичан, они понимают абсолютно спокойно все ролики, им это интересно. Они абсолютно спокойно могут торговать там и на тысячу долларов, на пять тысяч долларов, и на десять тысяч грешен. Вот, им просто надо дать информацию. Как это сделать? Мы будем вместе учиться, будем это вместе все продвигать. Эти идеи по всему миру. Картой визы с Украины есть такие у нас проблемы, да, они встречаются. Но, смотрите, там есть несколько нюансов, почему не идет проплата. Или ваша карта привязана, вот, например, вы регистрировали ее в одном регионе, а делаете проплату с другого региона Украины, поэтому может не проходить. Или у вас, например, вот карта визы, я не знаю, у вас там, если приватбанк, то приватбанк обязательно, вот, насколько я знаю, должна быть открыта привязка онлайн, вот, сделана, и снят барьер. Может, у вас барьер стоит там до 50 долларов. То есть, вы посмотрите в кабинете. Вот, опять же, есть технический вебинар. Как это сделать? Да, то есть, можно делать проплату с... регистрировать, ну, с GPG делать карту, виртуальную карту и проплачивать ей. И недавно вот мы такой способ нашли. И, например, в России я оплачивал многих партнеров, там, и сам, и помогал, там, да, и себе оплачивал с Kiwi кошелька. То есть, очень просто делается за 2-3 минуты интернет, ну, просто на сим-карту делается карточка виртуальная, прямо с кабинета. Кладутся деньги в любой евросети, в любом связном, в любом аппарате. И оплачиваются моментально, оплачивают, ну, проходит оплата, очень здорово. И, насколько я сейчас знаю, в Украине тоже есть Kiwi кошелек, и можно оплачивать... Давайте я вам свой скайп напишу. Алексей, напиши, пожалуйста, скайп свой в чат. Система так плохо приходит проплаты на Prime. Система не приходит, пишет, что ошибка. Не понял немножко вопроса. Плохо проходят проплаты за Prime. На сайте надо регистрироваться. Да, вы можете на сайте зарегистрироваться, и мы вам будем рассылку давать о вебинарах, о семинарах, о сайтах. Будет идти рассылка. Напишите, ну, именно, что вы хотите получать рассылку на презентацию. Более того, сейчас сайт мы дополним. Сейчас сайт добавим туда много обыния нового. То есть, такое сделаем, именно командный сайт, где будет вся-вся информация выложена. Актуальная и свежая информация будет выкладываться на этом сайте. Так, Виталий пишет, вот сейчас отключили лицензию партнерства. Когда вернутся деньги за покупки, оплата произойдет автоматом, или нужно будет оплатить ручками? Виталий, но этот вопрос я пока не могу вам ответить, но я узнаю на него буквально сегодня-завтра ответ, и на следующей встрече обязательно озвучу. Так, а вот еще вопрос есть. Бузель, что вы пишете, что будет, если я оплачу 15 марта? Да ничего не будет. Например, если у вас есть структура, и структура активно развивается, то вы просто не получите деньги по этой структуре. Если вы не проплатили это все, то у вас места останется, если у вас структуры нет. Но я рекомендую всем, то есть я сейчас берусь за дело, и сам начинаю прямо с нуля помогать человеку. То есть у меня с ним вроде как договорились, то есть я начинаю просто помогать ему с нуля, начинаю рекрутировать людей. Да, рекрутировать это, скажем так, рекрутинг, может быть кто-то не знает, это раньше в армию набирали, да, то есть бойцов набирали. Вот, то есть строить себе команду и помогать этой команде, строить их команду, и помогать их командам строить дальше команду. Вот такая задача стоит. И пока нет плюс, плюс изучать спринтборд, ой, спринтборд, спринтборд это может любой человек изучить, изучать дропшиппинг, изучать вообще торговлю на eBay, торговлю на Амазоне, как это делать, что это делать, и уже более компетентно быть в этом вопросе, то есть становиться профессионалом в этом вопросе. Я точно знаю, что через год, через год у меня будут такие знания, и у моей команды такие знания будут в деле электронной коммерции. Вот сейчас, сейчас кто-то говорит, а за что я плачу 50 долларов? Зайдите и посмотрите, сколько стоят курсы на Амазон. Просто зайдите, наберите курсы на Амазон. Полторы тысячи долларов минимум, и никто вам не обещает, что у вас что-то получится. Очень красиво будет лендинг, очень красиво все будет рассказано, мы вам расскажем это, 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 но никто вам не дает гарантию результата, ни один человек. А полторы тысячи это стоит курс. У нас это стоит 50 долларов. Если вы 50-50, если вы полгода проучитесь за 50 долларов, у вас будут такие уже знания, что вы спокойно сможете оплачивать себе пакеты уже и Search, и Excel, и так далее, то есть увеличивая, увеличивая амплитуду знаний, амплитуду действий и, скажем так, количество своего заработка. Это серьезная целая профессия. Вот я не знаю, тут присутствует, я не вижу, сколько людей присутствует, но знаю, что есть и артисты здесь есть, и бухгалтера есть, и строители, и кого только нет, и доктора есть, и так далее, то есть, ну, все профессии, скорее всего, здесь присутствуют. Но вы скажите, вот люди учатся на, по несколько школе учатся, потом в институтах учатся, и когда вы учитесь в институтах, вы идете на работу, у вас зарплата, если там 30 тысяч рублей есть, ну, на русский, так, манер, да, я переведу, не знаю, тут просто иностранцы присутствуют, это очень хорошо. И вы стремитесь там куда-то продвинуться, это сколько-сколько лет проходит, чтобы вы как-то профессию. Нормальный доктор 10 лет должен работать, чтобы к нему пошли клиенты. А здесь мы иногда хотим, чтобы у нас все это произошло там за один месяц, за два месяца, так не бывает. Чудес не бывает таких. Таких чудес не бывает. То есть хотел выучить английский язык, а тут я понимаю, что это необходимость уже. И сначала одно слово выучить, потом другое. Сегодня я разговаривал с тремя разными компаниями, которые вот я сейчас изучаю, смотрю, что нужно, чтобы учить английский. И поставлю себе сейчас цель в этом году английский знать. Это круто, это дает, опять же, это дает компания. Если бы я работал, может быть, в другом направлении, ну, мне это не нужно было. То есть во всем, во всем надо видеть одни плюсы. Вот для кого-то стакан. На половину полный, а для кого-то он на половину пустой. Вот для меня, да, стакан на половину полный. А кто-то его видит на половину пустой. Просто на одно и то же можно смотреть разным взглядом. И то, что сейчас люди как-то там вот ждут продукт, то, что люди сейчас как-то присматриваются в компании, для меня это огромный-огромный плюс. Я понимаю, что сейчас надо, пока вот это все происходит, занимать территорию, давать информацию, подключать людей в бизнес, да, рассказывать об идее этого бизнеса. Ну, просто надо еще шустрее работать. И когда продукт уже будет, представьте, что вы... Вы и ваша команда, это организация в тысячу человек. В две тысячи человек, в пять тысяч человек. Что тогда будет? Какой у вас будет уровень дохода, и какой у вас будет вообще уровень развития, когда вы сможете уже уйти с работы, если кто-то работает на работе и так далее. Так. Может запустить обучение по принципу «Смотри и делай, как я, чтобы другие померили свои способности и, возможно, тянулись за лидерами». Да. И все. Эта идея очень здоровская, и будем эту идею именно осваивать. Так. Вас всегда учили работать в найме. А. Нас всегда учили работать в найме. Полгода – это уже 300 долларов. Так. Полгода – это уже 300 долларов. Ну да, 300 долларов. Или возьмите курс себе, или за полгода 300 долларов, или возьмите, пойдем себе сразу за полторы тысячи. И никто вам там ничего не гарантирует. А здесь вас компания и гарантирует, и дает самая главная возможность. Если вы пройдете курс за полторы тысячи долларов, там вас обучат, как иметь свой магазин электронной коммерции. А давайте представим, что выгоднее, иметь, например, один магазин продовольственный, или сотню магазин, что выгоднее, а может быть тысячу магазин. Вот я в этот бизнес пришел, я понимаю, что я не партнеров ищу, я не людей рекой, я строю бизнес международный, я строю магазины по всему миру, где будут идти продажи, покупки, где будет постоянно идти товарооборот. И только став профессионалом, можно дальше. Только самому, только когда мы сами станем профессионалами в этом, только когда мы станем бизнесменами в электронной коммерции, внутри и снаружи, только тогда мы сможем научить таких же бизнесменам. Поэтому здесь, друзья, путь такой, не быстрый, здесь халявы не будет. И очень много людей, которые, я увижу, пишут негатив какой-то или еще что-то, недовольство в чатах. Но, к сожалению, наших людей очень сильно приучили к халявным деньгам. То есть ничего не будешь делать, и придешь, и все будет. Здесь такого не будет в компании. Дропшиппинг, ну, 2 копейки заработать, не для этого мы сюда пришли. Минимум надо зарабатывать, 3-5 тысяч долларов в месяц. Это минимум, это самая минимальная планка, которая здесь, а так, средняя, это 50 тысяч долларов в месяц. Вот у меня лично цель стоит 50 тысяч долларов в месяц. Больше можно, меньше нельзя. И я буду искать все возможности, я буду искать все способы, как благодаря этому инструменту электронной коммерции вытянуть такой доход. И вам рекомендую тоже ставить себе такую планочку и именно так идти к своей цели, так думать. Может быть, это произойдет не в первый год, может, это на третий год произойдет. Но если вы будете 3 года думать именно так, достаточно 3 месяца так думать каждый день, то что потом ваше мышление будет за вас думать и уже толкать и пинать, вот иди то сделай, иди то сделай. Уже не вы будете думать, а за вас будет думать. Ваше подсознание. Так, хорошо, друзья. Комната полная, пишет Алексей. Моник. Мы завтра, завтра я уже говорил, мы дадим расписание на всю неделю. Скорее всего у нас будет 6 дней в неделю, один у нас день будет выходной, 6 дней в неделю будет обучение, где будут идти и обучение, где будут эти презентации для новичков, где будут идти о компании. Вот у нас во вторник будет такая расширенная, что у нас за компания и как. То есть, Чураков Сергей нам предстоит, где мы вообще находимся. Алексей Истратов будет у нас проводить именно технические вебинары, которые он уже 2 месяца проводит. Где можно именно брифинг, где можно отвечать на вопросы и так далее. Три раза в неделю у нас будут проходить презентации о компании. Это будет для новичков. И опять же, по субботам у нас будет такая большая-большая школа MLM. Что такое MLM? Фишки MLM? Ну, все, что связано об MLM. И люди, которые с опытом мульти-левел маркетинга, они будут рассказывать, представлять эти фишки, эти навыки, эти умения. То есть, мы вместе. Понимаете, MLM, вот этот бизнес, он продвигается не продвижением, но обучением. То есть, мы будем постоянно обучаться, обучаться, обучаться. То есть, расти, 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 расти. И тем самым становясь профессиональней, профессиональней, профессиональней. Вот, по крайней мере, я к этому готов. Я буду это делать и сам, и кто готов вместе идти. То есть, понимаете, это все, это наша шкала решений. Вот кто принимает это сейчас решение, кто принимает решение достичь этого уровня, у того все получится, поверьте мне. Особенно в 2016 году. 2016 год – это очень денежный год. И не упускайте эту возможность. И опять же, повторю такую фразу. Мы сейчас уже, давайте закругляться будем, потому что практически полтора часа у нас идет вебинар. Очень мне она нравится, очень она меня вдохновляет. Не мечтайте всю жизнь, а живите своей мечтой. Поставьте себе цели. Определите свою мечту. И живите этой мечтой. И когда вы живете, живете, живете этой мечтой, потом происходит такая трансформация, и уже мечта начинает просто вас уже направлять, направлять, направлять. И то, что сейчас кто-то говорит, многие люди говорят, мне говорят, покажи, сколько ты заработал, покажи, сколько это. Так давайте возьмем и заработаем денег. Давайте посмотрим, как зарабатывают другие. Будем изучать это все. Изучать историю успеха других людей. Кто-то заработал на дропшиппинге, кто-то заработал на продвижении бренда. И делать, повторять такие же действия. Меньше думать, больше делать. И тогда все будет четко. И тогда будет успех, и тогда будут деньги, и будем зарабатывать нормально. И качество жизни будет совсем другое. Так, друзья, давайте будем закругляться. Завтра будет расписание. Всех вас рад поздравить еще раз с наступлением весны. Чтобы весна была и внутри, и в душе, и снаружи. И скажем так, что я хочу сейчас пожелать. Хочу пожелать с мыслями, с легким паром. В мыслях с легким паром. Давайте, до новых встреч. Будем встречаться теперь каждую неделю. И двигаться вместе к успеху. Пока-пока.